Больше месяца возвращения домой из зоны отчуждения. Да, поход на три дня растянулся больше, чем на месяц. Привет, Виталик. Привет, Стас. Расскажи вообще, как всё было? Началось всё у нас с желания сходить в зону. Всю зиму сидели без походов. У нас был один парень, хотел на дугу сходить. В итоге, когда мы уже всё запланировали, и уже были готовые вещи, всё сложено, он говорит, ну, в общем, меня не будет, и пропадает. И без объяснения причин, просто пропадает. А у нас вещи уже собраны, желание сходить есть. Мы решили, а почему бы и не сходить. Перепаковали мы немножко рюкзаки на дольшее время. Хотели пойти дня на 3-4 в зону. И, как в итоге оказалось, мы пошли в зону, наш поход затянулся на месяц. А какого числа вы пошли? Мы выехали с Киева 23-го в обед. Уже к вечеру мы, по сути, зашли на территорию. Пошли мы со стороны... Оказалось просто невозможным перейти вброд Уж. И мы пошли вдоль Ужа к мосту. Понятное дело, там расстояние большое. Мы за вечер просто физически не успели бы дойти. Мы пошли на рассол. Я там никогда не был, так получилось. Всегда обходили стороной эти все места. И тут такая возможность. И я решил, а почему бы не пройтись именно теми местами, которыми ещё никогда я не ходил. Вот. Ночью, около часа ночи, наверное, мы пришли в рассоху. Нашли довольно неплохой чердак. Забрались сюда и устроились на ночлег. А в 5 утра я услышал просто какие-то звуки, похожие на взрывы. Так как зону тогда закрыли по неопределённым причинам, для меня лично. Я всё как-то списывал. Все происходящие события, следующие сутки я всё списывал на учения. И вот эти все взрывы, какие-то непонятные звуки, какие-то там полёты. Мы когда заходили, над нами пролетел вертолёт, мы шутили. Это по нас вылетели, нас обнаружили. Ну, мы так между собой смеялись. Потом я увидел беспилотник над ужом пролетал вдоль речки. И как-то все эти детали, они просто не вызывали какого-то... Ну, кто мог ожидать, что сегодня уже началась война. И мы после того, как проснулись, по факту война уже и шла. Уже были атакованы наши города, уже были обстреляны ключевые какие-то точки в Украине. И мы всё как-то... просто списывали все эти происходящие вокруг звуки, события какие-то на учения военных. Вот. И, в общем, всё это происходило без какой-либо связи. У нас не было ни интернета, ни позвонить. Связи там в тех местах абсолютно нет. Мы шли себе со спокойной душой. Мы вышли где-то, наверное, часов в 10 утра. Мы пришли к стоянке техники на Рассохе. И уже когда собирались возвращаться, даже не возвращаться, мы оставили рюкзаки перед площадкой, где техника порезанная является. И мы вышли на трассу, где остановка, возле вот этой бывшей площадки техники. Мы решили вернуться за рюкзаками уже и идти дальше. И буквально метров, ну, может, 300, может, 400 от нас услышался... Ну, был слышен такой звук, будто бы взорвалась, я не знаю, граната, мина. Ну, какой-то такой взрыв прям был. Я посчитал, ну, то есть я просто с большой уверенностью списывал все на учения военных. И как-то мы просто решили подальше оттуда поскорее уйти. И, ну, как бы, зона всякая бывает. Типа, там, может, военные какие-то, полиция может рядом быть. И мы решили просто уйти поскорее от этих странных для нас-то вызвать. Мы забрали рюкзаки и пошли по вот этой вот дороге, которая ведет от Рассохи на Чехов. По сути, мы пока и шли, это буквально там с 11 часов, то есть пока мы сходили по рюкзаке, пока вернулись на дорогу. Прошло, ну, может, около часа прошло. И мы, мы к четырем часам мы пришли вечером. Мы пришли к череп... Точнее, не к... Там за магазином есть дворик такой. Мы ходили, потому что зашли еще на келовницу, по-моему, да, там где вот этот лагерь сказочный. Сказочный, да. Зашли на сказочный, там еще побывали. Все-таки я там никогда не был. Решили уже, если идем, потратить время на исследование такой точки. Тут проходила ваша дорога на Киев, да? Да, получается, уже здесь мы выходили из леса. Здесь мы ишли из леса. Ну, мы там срезали как-то так. Я не могу сейчас ориентироваться. Мы как-то отсюда вышли. Да, вот здесь молодняк. На с этой дороге. И пошли вот так вот. Там чуть-чуть срезали, получается. Вышли на мостик. Перебежали мостик. Перебежали мостик. И перейдали дальше. И вот это тут бои шли, да? Там, где ферма вот эта, там, где ты видел срезанные деревья, так вот это там происходили все такие бои. Там, где мост, там, где мы проезжали мост, там под мостом позиция наших была. Вот, и вот именно там все это мясо просто происходило. Там ты сам видел, сколько авиабомб прилетело. Просто не посчитать. Ну, да, мы вышли из этой дороги. Ну, стрёмно, наверное, было очень сильно. Ну, получается, наши где-то парни выдвинулись туда. Там была бронетехника русская. И мы просто с одним из парней, там, двое медиков, мы просто решили уже выйти отсюда. Он был контуженный, но он, по сути, воевать нормально бы не смог. И он решил просто забрать медиков, забрать нас и выйти уже на соседнее село. И начинает заваливаться. Песочек обваливается. Это, получается, первое. Серебной осколок. Это что такое падало? Ну, вот это вот 150 миллиметров где-то. Что-то пацанов был. Смотри. Там яма под генератор. А тут тропинка такая была. Вот она, вот. То есть, это первые были военные, которых вы встретили наши, да? Вот здесь. Первые наши военные, которых мы встречали здесь. Как они тебя встречали? Да нормально. Ну, как? Ну, то есть, вы подошли, а они что? Ну, первый раз мы от них убежали, мы думали, это русские. А второй раз мы уже пришли, знаю, тут конкретно наши стоят. И там мы с флажком таким, у меня полотенце оранжевое было, я просто и шел ним и махал. Я буквально, у них был тут пост, если бы никто не зашевелился, мы бы просто мимо прошли. Первый раз мы их засекли буквально метров 100-200, наверное. А второй раз я вот так вот подошел вплотную, а мне сказали, стой. И только тогда я понял, что мы пришли к нашим. Мы здесь новые какие-то эти поделали. Вот этого не было, когда мы приехали. Кстати, можно взять эти четыре мотки. Да, видите, какие позиции. Так а что потом было? Вы здесь с ними были или вы пошли потом дальше? Мы здесь с ними прожили трое суток. Вот этих вот линдажов. Сейчас я покажу, где мы жили. Вот здесь у них был склад боеприпасов. Это, кстати, наверное, парни набирали воду из речки. Потому что у них был момент, когда заканчивалась вода, и им приходилось просто уже пить, то что есть. Вот здесь был склад вещей. Еды, вещей, медикаментов. Вот поставляли, конечно, после себя мусор, понятно. Но вот здесь, сейчас так сориентироваться. Вот здесь обычно все тусили. Вот примерно вот в этом месте. Тут вечерочком так собиралась вокруг чайника компания, и все общались между собой. Ну, там кто не занят был. Ну, тут, конечно, уже и животные поработали. Чья-то перчатка порванная. Мне, кстати, парни давали пару таких перчаток. Ну, уже кто-то, я вижу, и костер палил, типа, будто стра не было. Ну, да, костер палил наш палить. Ну, да. Это что, от броника? Я даже не знаю, от чего. Какая-то что-то полная. Непонятно. Тут, конечно, Тут у них были всякие там боеприпасы. Тут маленькие ямки. Конечно, им тут, наверное, пришлось сваливать отсюда по-быстрому. Потому что соседний, насколько мне говорили, прилетел. Вот в этом блиндаже мы были. Вот здесь вы были, да? Да. А, сейчас я фонарик... А, фонарики все. Остало тут. Вот так вот жили, да? Ну, тут не было такого вот. Тут, это что-то они тут намастили уже, я не знаю. Тут было ниже. Тут было вровень с вот этим, вот нижним. Тут, как называется, землянка? Блиндаж. Блиндаж, да? Тут мы вот ютились в этой комарке такой. Тут они... Вот сюда они вешали автоматы, чтобы удобно было не с ними в обнимку спать. Вот. И они вешали сюда автоматы свои для удобства. тут, как видишь, такие довольно толстые перекладины. Фольгу это, чтобы теплее было, да? Ну, да, хоть оно больше не теплее делало, а песок, чтобы мне в глаза не сыпался. То есть, больше такая функция была. Так. Тут особого, как бы, рассказывать, показывать нечего. Поэтому, в принципе, можем отсюда выходить. Вот это вы три дня, да, здесь? И вот, да, мы тут две ночи, по сути, спали, ночевали. И потом, просто уже, когда тут по лагерю свистели пули, говорит, ну, ты сам видишь, что тут осталось. В принципе, мы отсюда туда свалили. То есть, типа, и под пулями, да? Ну, я вот, кстати, копал вот этот окоп. Вот. Я его копал, думал, может, кому-то пригодится все-таки этот окоп. И как раз начали тут уже по лагерю свистать пули. И нас этот парень сказал, типа, бросайте все, что есть, и уходим отсюда. Тут остались на охране лагеря еще парни. Ну, и мы, в общем, отсюда вот. С той стороны так стреляли. Я не знаю, куда оно все летело, но свистело вот у вас над головами. Ну, какие-то буквально там случайные пули были. Вот. И мы тут так быстро бежали, мне казалось. Ну, как видишь, мы так идем долго. Но туда мы очень быстро ишли. Где-то мы, вот здесь именно участок, когда стреляли, мы тут прям бежали. Но мы как-то... Вот речка, вот эта вот, такая, болото. Мы вот завернули, а так вдоль него пошли туда. Там по окраинным улицам пошли. На берегу, вот там, по всему струнду. То есть вы планировали зайти в это село, да? Изначально, когда я в Сереге выходил, ну, да. Ну, я планировал, да, примерно вот здесь перейти где-то в речку, в районе вот того моста, который восстановлен уже. И пойти дальше лесами. То есть пройти эти леса, перебежать здесь открытое пространство, тут 2 километра, и пойти дальше лесами, там, в сторону Малина. Ну, и как-то так получилось, что мы уже здесь вышли просто на солдат, на наших. Так преждевременно. Не пришлось нам... Там мы считали, что это километров 50. То есть, в принципе, за сутки можно было дойти. До Малина, или до Киева. Именно до Малина. До Малина. Там как раз вот период эвакуации еще было. Ну, по радио объявили, мол, с Малина на Западную Украину возможна эвакуация. То есть, люди там точно были, и мы понимали, что Малин под нашим контролем еще. Ну, и, в принципе, слышно было уже там, где мы находились 3 недели у Сереги. то, в принципе, вот все вот такие вот такие перемещения артиллерии, да, откуда стреляли, куда стреляли, мы приблизительно понимали. То есть, у меня всегда была карта перед собой. Я примерно в область, с которой стреляли, и куда попадали, я понимал. мы планировали как-то вот эти места, такие опасности обойти через леса. Ну, то есть, вы планировали этот маршрут сами, вам никто не давал маршрут эвакуации? Ну, сами, да. Нам Серега подсказал, куда мы можем направиться. Он подсказал, где речки, где конкретно там на карте не видно, а, например, она есть. То есть, такие места, которые, ну, потенциально могли нам трудности какие-то принести. Ну, невероятно. То есть, в любой момент могли... Мы когда... Могло случиться самое плохое. Да, в любой момент реально могло случиться все, что угодно. Мы вышли, мы вышли из села, пошли через лес по дороге. Мы просто шли по прямой, и... Ну, нам так надо было идти. Я хотел перед выходом из леса завернуть немного глубже в лес и к тому району, где мост между и вот перейти где-то в районе моста. Как раз бы перебежали речку и могли бы переместиться на тот берег вот этой жеревы. Ну, так получилось, что мы... Я в какой-то момент просто прозевал свериться с картой и мы уже вот-вот подходили. получилось, что мы на наших нарвались. Как Вика это все переживала? Ну, мы же два раза пытались выйти. Первый раз, когда мы заметили просто движение в кустах, мы просто убежали от дороги вглубь леса. Там два раза стреляли. Как уже понятно, не по нам, после того, как мы пообщались с этими парнями, они стреляли в воздух просто. там мужики сорокалетние стояли на посту, увидели, что убегают уже как бы постфактум и выстрелили, что предупредительный. Ну, как бы все протоколы с собой поусталу. Но мы решили, они два раза стреляли, типа, если первый был предупредительный, то второй скорее всего в нашу сторону уже стрелял, потому что мы просто не остановили. Вот, и мы решили просто уже не возвращаться. Мы ушли обратно, узнали потом, через день, что из села выходили и там конкретно стояли наши. То есть, в том месте, где мы убежали, там были наши и через два дня мы вернулись на то же место, пришли к ним. Вторую попытку, короче, да, вторая попытка была уже на сто процентов успешной. Ну, и как бы так получилось. Нам повезло, наверное, очень просто сильно. нам на самом деле с самого начала, вот, с самого начала этого похода, поездки, очень сильно везло. Там просто цепочка таких везений была. Я просто удивлялся, как мы целые, невредимые, без единой царапины. Просто вернулись в Киев. Конечно, это и заняло у нас почти, даже больше, наверное, семи месяцев. больше месяца возвращения домой из зоны отчуждения. Да. Поход на три дня растянулся больше, чем на месяц. То есть, вы пошли в поход в мирное время, возвращались уже на войну. Зашли в зону, попали на войну. Так получилось. Никто не ожидал, да, что через зону отчуждения будут идти враг? У нас же есть президент Беларуси Александр Лукашенко. Он говорил таким лицом твердости и уверенности просто с территории Беларуси никогда никакие войска не нападут на Украину. как, собственно, вся российская эта компания, да. То есть, самое вот опасное у вас было и стремное вот с этим местом, да? Самое важное это было вот эти вот километров семь. С момента, как мы пришли на наши позиции наших солдат и до момента, когда нас забрали с соседнего села. То есть, на автомобиле уже подобрали? Нас приехали и забрали на джипера и увезли к военным. И тогда вы уже выдохнули? Да, и тогда уже... Ну как, не, я бы не сказал, что мы выдохнули. Потому что село, которое, которое нас вывезли, первое село, в которое мы вышли пешком с солдатами, его обстреливали с минометом, с артиллерией и там просто такое месиво от позиции осталось. Но там пострадало, по-моему, ну, по моей информации, вот я общался с парнями из бригады. Они говорили о двух убитых на тех оппозициях. Но, опять же, я не могу утверждать. Это со слов самих военных. уже когда нас вывезли из того села, там и пешком пришли, это село все время там утром и вечером как по расписанию бомбила авиация и в один из дней просто рядом с нашим домом, где нас военные заселили, туда прилетела рядышком бомба. Тоже такой момент был. Жесть, конечно. Продолжение следует...